Я горячо приветствую всех читателей жанра стратегии. Меня зовут Сергей, вы на канале Реген. На дворе воскресенье, а значит пришло время посмотреть реплей недели. Да, мы разбавляем контент по генералам, поэтому уже во второй раз знакомимся с лучшей игрой, которая когда-то стала лучшей каткой недели. Давайте приступать к просмотру, знакомиться с игроками и надеюсь кайфовать от происходящего на экране. В противостоянии у нас здесь столкнулись Чампи под фиолетовым цветом за стандартного американца и Карро под оранжевым цветом за галашника стелса. Насколько мне известно, я может там ошибаюсь, но вроде бы как под ником Чампи скрывается не кто иной, как господин Доминатор, а он-то в представлении не нуждается. Своеобразная карта, она чем-то напоминает пустыню, но такую довольно сильно измененную и сглаженную. Она шире, на ней по-другому расположены нефтяные вышки, то есть, ну видно скорее всего, что за карта была взята за основу, но тем не менее, очень и очень сильно переосмысленная и очень широкая. Галашник, безусловно, первым делом бежит уже вперед, чтобы везде понастроить свои норы, а вот Доминатор, ладно, буду называть его Чампи, делает дроп Дозера. Но прекрасно Карру это знает уже и видит, поэтому ребятки побежали прочь и вот это то, чего я не понимаю в очередной раз, я уже не раз об этом говорил. То, что странная какая-то вот эта вот фишка со сбросом Дозера, который легко можно потерять, его лишиться, тем более в условиях отсутствия командного центра и невозможности построить Дозер снова. Ну, конечно, сейчас он, наверное, попробует его эвакуировать. Нет, нет, он денежки стырил и повез. Тут уже Смертник гоняется за американским строителем. Сейчас техничка с кем-нибудь подъедет, чтобы уж, как говорится, наверняка... Ну и провалом заканчивается эта странная спецоперация, очень спорная. Я уже много раз об этом говорил в других реплеях, что я не понимаю этой фишки, не понимаю цены этого размена. Выдвинутые позиции от Карро, он прекрасно видит пролетающие вертолеты, для него не будет неожиданностью, поэтому, конечно, Чампи принимает решение отменить эту боевую задачу, возвращает Ченук на базу. Пусть лучше занимается дальше своими делами. Что, кстати, у Чампи? Казарма, военный завод, ресурсный центр, электростанция, ничего такого, здесь прикрывать он будет свои коробки артиллерийской платформой. Ну, такая как бы мера, не назвать ее сильно эффективной. Кстати, тут вот, да, артиллерия есть, даже на базе еще по умолчанию. К техничке ГЛАшные катаются. Разумеется, я думаю, они не пусты. Да еще даже с апгрейдом, значит, кто-то где-то, да, хаммер какой-то был, наверное, уничтожен. Где-то ж коробочки были подобраны. В принципе, Чампи-доминатору есть чем встретить соперника, но, тем не менее, то, что он так близко к нему подбирается с самого начала игры, должно быть тревожным звонком для американца. Если действительно Чампи это доминатор, то очень, знаете, такое противостояние весьма способных соперников, потому что и Карро известен своей настойчивостью и хорошим умением играть. Ну, доминатор, разумеется, тоже. Карро играет на широкую ногу, у него раз ресурсный центр, два ресурсный центр, тут он уже с серединки таскает абсолютно спокойно и, наверное, с правой стороны центра тоже скоро начнет добычу. Очень вольготно чувствует, проходы запирает норами. Это и хорошее препятствие, и хороший обзор. Рассекая карту напополам, это лишает практически возможности, по крайней мере, незамеченным пройти американские, в данном случае, войска. Небольшая группа, 4х, мимедичка, но тут хватает техничек, чтобы разобраться с этой угрозой, в той или иной степени ее замедлить и законтролировать. Ну, тем не менее, кару потерял. Конечно, технички картонные, но, по крайней мере, в них пассажиры не гибнут в случае подрыва боевой машины. Кстати, неплохая была бы идея, да, занять бункеры. Они хоть как-то расширяют хотя бы обзор и позволяют видеть больше. Нефтяные пушки пока никто не захватил. Разминулись как-то вот. Ну, техничек много, техничек много. Фланги у американца открыты. Здесь вот поставил платформу, здесь поставил. А по правому флангу, где чаще всего и были подлые проезды, пустота. Занимается бункер в тылу. Вот это из серединки. Да, галашник вообще хорошо разжился. Серединки. Поэтому тут в тылу ракетчик дает дополнительный обзор. Так, ну, шахиды не добегут, это понятно и очевидно. Вопрос в том, сможет ли американец развить успех. Сейчас галашник может абсолютно спокойно пойти ва-банк, рвануть на американскую базу, зная, что она пустая, и сделать там делишки. Очень много техничек. Хаммеров, конечно, тоже немало, и некоторые из них не пусты, но тем не менее. Просто количеством ведь может взять. Какие зеленые следы оставляют машины. Больная почва, судя по всему. Очень много денег у галашника должно быть. Он их тратит на технички, тратит их на эти быстрые и шустрые юниты, но в большом количестве они даже здания быстро сломают. Что на базе у американца? Ну, он, кстати, тоже неплохо спамит, несмотря на то, что всего лишь с одного военного завода. Ракетчики, хаммеры, все это довольно так оперативно выходит. И я не могу сейчас, знаете, сказать, что Чампи Доминатора надо жалеть. Нескромно, так знаете, Чампи, типа, чемпион. Возможно, с этим намеком, да, Доминатор решил на время этой катки взять подобный ник. Но, ребята, фанятся. Вот то, о чем мы с вами говорили. Все эти технички собрались и поехали на американскую базу, пока хаммеры заняты разборками в центре. Вот здесь вот. Разборка в Маниле. Так, какие-то фрезы. Это, наверное, что-то связано с реплеем. Это не на моей стороне. Минус дозер. Последний, кстати. У американца больше нет возможности развиваться. Кристо носит на поле боя. Любопытно, но есть техничка с ракетами. Поэтому он тут большой роли не сыграл. Классный танк, на самом деле. Очень жаль, что его редко используют. Так всегда его приятно видеть. Еще один крестоносец. Ну, вот надо, конечно... Ну, с Убертечью ему не справятся. Пытается очень быстро решить проблемы. Что один игрок, что другой. Максимальное количество зданий уничтожит. То есть ребята сейчас просто идут в обанк. Кто кого перестреляет. Кто быстрее поторопится. Ай, ракетчик-то вышел как неудачно. Повышений нет. Ни у одного, ни у другого. Но у Галашника уже есть дворец. Американец больше ничего не может строить. И вот все, что мы здесь видим, это последние постройки. Ресурсный центр раз. Ресурсный центр два. И электростанция. Уничтожаются они? Американец проигрывает. Успеет ли Чампи вскрыть вот эти капитальные Галашные постройки? Ох, я не знаю. Есть даже Галашнику чем отбиваться. Есть квады. Ракетчики сидят во дворце. Нефтяные вышки захватываются. Казармы строятся. Мне кажется, просто физически американец не успеет. Не успеет решить этот огромный пласт задач, который на него свалился. Вроде не так много осталось. Сломать вот этот вот ресурсный центр и вот эту казарму. И, казалось бы, все. Ракетчик есть, вы посмотрите. Но одного его недостаточно, этого парня. Технички страдают, но, да, нужно группу дробить. Однозначно, это было очевидно. Нужно группу дробить, отпугивать от своих оставшихся зданий соперника. Но технички очень быстрые. Появляются то здесь, то там. Если есть где-то рабочие, а они есть. Что-нибудь где-то построят. Но Ракетчик видит. Должен про этого вот раба знать доминатор. Чемпи, чемпи, чемпи доминатор. Чемпи. Ладно, хоть не чемпи. Да, казарму строят глаж. Нигде денег у него хватает, как у американца. Но американца некуда их потратить. Прячет здание. Угонщик. Но здесь есть разведдрон. Ты так просто не пройдешь, да. Технички возвращаются. Но напрасно. Им тут здесь быстренько напинают. Да, нефтяные вышки нужно ломать. Не давать белашнику экономики. Но у него еще хватает денег. Ах! Решил вот такой, по такому методу пойти. Каррос строит. Он командный центр, чтобы заполучить возможность пользоваться повышениями. Какая-нибудь подлая высадка повстанцев может решить исход битвы. Зря ты так отводишь свои юниты, чемпи. И это все. Нет? А, да. Тут же еще этот ресурсный центр не уничтожен до конца. Надо оставить здесь дежурить хотя бы кого-то. Ух, опасно. Сейчас можно... Ох, как! А не своим ли выстрелом вообще закончилась эта история, а? Для чампи. Слушайте, классный реплей. Быстрый, но зрелищный. Мне понравилось. Но настолько тонко. И very close game, как говорят наши англоязычные коллеги по генералам. Классно. Ну, что сказать. Имена известные, умения высокие, бой зрелищный. Поэтому результат вот такой вот неожиданный. Я уже, если честно, поверил, что чампи, доминатор, сможет победить. Он молодец, быстро порешал огромное количество вопросов. Но, тем не менее, здесь все. Как будто бы решил случай. Надеюсь, вам тоже понравился этот реплей. Мне будет очень приятно, если вы подпишетесь на канал. Это не стоит ни времени, ни денег. Вы можете подписываться, как из окна плеера во время просмотра. В правом нижнем углу, наведя на логотип канала. Либо вот свернуть до панорамного, хотя бы так скажем, режима. И нажать большую красную прямоугольную кнопку подписаться. Подключить оповещение ко всему прочему. Чтобы оставаться в курсе всех новинок на регене. Что касается оценок и комментариев. Это все на ваше усмотрение. Но мне будет приятно, если вы поставите что-то, напишите нечто. Ну, приятное по делу, без агрессии, спокойно по существу. Мне это здорово помогает оставаться с вами на связи. Понимать ваше желание, ваше мнение и так далее и тому подобное. На этом я с вами прощаюсь. По традиции желаю вам успехов в повседневных делах. С вами был Сергей. И всем пока.